Уважаемые родственники семьи участника войны, которые благодаря семье Александровых вернули из-за бытия. Я удивляю до сих пор, сколько среди нас неравнодушных людей, которые не считаются ни со временем, ни с деньгами, ни с отпуском, ни с морем, едут, поднимают останки бойцов. Только за это лето ведь несколько тысяч подняты, вы понимаете, все установлены. Вот повезло и вашему родственнику, что человек сидел несколько месяцев, работал с базами данных. Вы понимаете, вот за 20 лет работы поискового отряда «Поиск-2» установлены судьбы тысяч человек неревчан. Вы понимаете, я не знаю другого отряда, в базе которого находилось бы несколько тысяч фотографий фронтовиков неревчан. Нами отснято больше 60 видео живых фронтовиков, живых участников войны. Очень сожалею то, что раньше не смогла купить камеру и начать записывать. Но даже то, что есть, вы видели вот на Нерехта ТВ, что они смогли помочь нам показать. Но я думаю, что мы все равно все время сделаем, и остальные видео вы все увидите. Мы отправили в этом году в бессмертный полк полторы тысячи фотографий неревчан. Также они находятся и в Парке Победы, и они там же находятся в Ржеве. Мы не смогли, конечно, все сделать, но мы это сделаем, потому что у нас есть цель, чтобы у нас ни один фронтовик, ни один участник войны неревчанин не остался в поле зрения. Я хочу передать слово Саше, ведущей нашего сегодняшнего митинга, по передаче, торжественной передаче земли с места захоронения нашего земляка. Вечная слава героям! От имени сердца, от имени жизни! Безымянным героям, неизвестным солдатам, тем, кто погибли! Вечная слава! Митинг, посвященный торжественной церемонии передачи земли с места захоронения Степана Василия Михайловича, погибшего в годы Великой Отечественной войны, объявляется открытым. Россия, священная наша держава, Россия, любимая наша страна, Погущая моя великая слава, Своё достояние на все времена. Субтитры делал DimaTorzok О подвигах стихи слагают, О славе песни создают. Герои никогда не умирают, Герои в нашей памяти живут. Сквозь время они говорят, сегодня с нами. Накануне годовщины начала Великой Отечественной войны, Дня памяти и скорби, произведена торжественная церемония отбора земли с братской могилы в деревне Пушкино, Олегсинского района. На этой земле в районе населенных пунктов станции Середняя, деревни Зайцево, деревни Пушкино с 15 по 21 октября 1941 года погибли солдаты 115-го отдельного батальона 69-й бригады войск НКВД. Земля отобрана по обращению родственников красноармейца Степанова Василия Михайловича, 1910 года рождения, уроженца деревни Денисова, Нереховского района, Костромской области. Почтим светлую память воинов, павших в боях за свободу и независимость нашей Родины минутой молчания. Мы воспомним солдаты, пусть известны не все имена, но войны той жестокой раскаты не умолкнут во все времена. Как продолжение жизни солдат под звездами мирной державы, пусть цветы на ратных могилах горят венками немеркнувшей славы. Я прошу извинить нашего военкома, который сегодня в силу служебных обстоятельств не смог к нам прийти. Но он передал добрые слова всем родственникам, которые сегодня собрались здесь, поисковикам. Антонина Сергеевна, это папин брат. Я поняла, я поняла. Спасибо. Он умер в Москве в госпитале 24 июня 1945 года. Вам представляется слово рассказать о своем папе. Я только шо со слов мамы да бабки. Сколько тебе было лет? Сколько тебе было лет? Три с половиной года. Мне было три с половиной года. Папа был первой у бабки. Папа родился 7 января 1915 года. Второй брат Александр Михайлович Степанов. Родился, не знаю какого числа, 10-го года, 12-го года. Иван Михайлович родился в 15-м году. Федор Михайлович родился в 23-м году. Вот сыночек и снуха. Это его племяннички. И вот племянник еще, не знаю где, уж потеряла. Вот. Папу я совершенно не помню. Вот спасибо семье Александровых, Оле и Вале. Что некак сказать, что я никуда не писала 10 годов. Везде была стена. Везде отворот-поворот. Вот пришел Валя, вот Оле Александровой. Тетя Шур, это кто это? Я говорю, Валя, это мой папа. А где он? Я говорю, не знаю Валя. Везде мне никто ничего не говорит. Да, и мне вон и, как сказать, координаты. Вот. Я ему дала. Дня через четыре он звонит. Как позвонила, я не могла переступить. Говорит, он нашел папу. Я до того ревелоса чуть скорую не вызвали. Хватит, нет. Тетя Шур, ты приедешь. Меня Саша повез. Вот племянник. Крестники мои все. Приехали, я говорю, Валя, я не согласна с датой гибели папы. Почему? Я говорю, там написано 22 августа 44 года. Я говорю, это не могло быть. А как же? Я говорю, я только помню, что была глубокая осень. Пришел почтальон, спросил маму, а мамы не было дома. Мама была на работе. Мы с братом бегали под окошком. Вот. Дайте нам последнее письмо. Это уж после. Вот году в 45-м из Равинкомата приехали. Я говорю, нет, я вам не могу дать письмо. Я говорю, я только вам скажу, что последнее письмо было из-под Олексина. Вот. Ну и все. Мама пришла, взяли это письмо и уехали. И все. И глухо. Где бы я ни торпнулась нигде, к вам приходила два раза, за вас, не застала. Вот это, наверное, фотографию вам передали из этого. Я просто болею. Из театра. Вот. Ну и все. И мама сжала до последнего стуку. Как только где стукну, так вскакивает. Мне отец не пришел. Папа был очень добрый. Это по маминам словам. Перед войной получил хлеб. Он был бригадир тракторной бригады. Получил очень много хлеба. Зерна. Вот. Вот. А был жив еще дедушка Михаил, отец. Один идет. Василий, дай хоть долг мешочек. Дай хоть долг мешочек. Приходит дедушка Михаил и говорит. Василий. Мне дедушка был еще очень умный тоже. Василий, не дели хлеб. На пороге война. Мы войну не голодали. Папа нас обеспечит. Вот уважаемый присутствующий. Вот наша тетушка, которую мы очень любим и уважаем. А потом вот в 45-м году, после 46-м, наверное, я уже взрослая была большая. Вот и приехали из Равенкомата письмо забрали. Вот я пришла в прошлый год в Равенкомат. С чем вы пришли? Я говорю, помогите. Вот с чем я пришла. Вот. Антонина Сергеевна нет. Вот давайте мне фотографию. Я говорю, спасибо, милая. Я три то слала в контролю поисковую группу. Так, Александра Васильевна. Так, знаете как, вот уважаемая Александра Васильевна, сегодня день трагический, но для вас он приятен. Потому что в вашем возрасте вы теперь знаете место гибели вашего отца. Да. И нам, присутствующим здесь, родственникам общественной организации поискового отряда, очень замечательно слышать ваши воспоминания. Вы являетесь дочерью погибшего солдата. И служил он в НКВД. Это особая часть. Поэтому те вещи, которые происходили в поиске, не всегда были доступны. Спасибо большое вам, Александра Васильевна, за то, что вы сохранили всю память и об отце, и о дяде, и о других участников войны. Вот вам. Спасибо. Вот папы. Да. Антонина Васильевна, всему вашему поисковому отряду большое благодарность. Спасибо, что вы есть. Спасибо, что вы занимаетесь такой работой, что из 27 миллионов мы вот еще одного нашли, своего родственника. Слово предоставляется Ольге Александровне, которая поделится нам вместе с своим мужем Валентином, как они искали родственника, дядю. Сегодня мы собрались на самое, наверное, ожидаемое, тетя Шурой. День наконец-то наступил. И хоть маленькая, но искорка того, что из тех времен. Ведь ожидание было очень долгое. Очень долгие поиски. И это все-таки состоялось сегодня. Земля с места последнего боя отца Степанова Василия Михайловича пришла сюда. В поиске все уже Антонина Сергеевна рассказала, что действительно сейчас интернет большая сила, и наконец-то это удалось. И мы сегодня благодаря этому собрались. Я поздравляю тетю Шуру, что сердце ее на месте, душа успокоится, и земля будет рядом со своей мамой. Спросили дать слово Сергею Леонидовичу. Сосед наш. А, Сергею Викторовичу. Виктор Леонидович папа, а меня все время Леонидович все называют. Ну, ты радуйся. Да, ну, что хочу сказать. Мероприятие большое сегодня. И люди собрались, естественно, самые близкие здесь. Здесь дело не в количестве, наверное, а в том, что вот именно то, что нужно. Вот. Ну, от слов как депутата городской думы, собрания депутатов района, и хочется сказать слова поддержки нашей любимой соседки, тетей Шури, так мы ее называем. Вот как я не приехал, уже сколько лет здесь. Сережа, спасибо, Наташа, не вставляйте. Живем, мы дружно друг друга поддерживаем. Дай, Господи, дороги. Антонине Сергеевне тоже. Это наш путеводитель такой в этом направлении, что, ну, вот взял он эту тему и держит уже столько лет, и держит так, как надо. Вот. То есть огромное, громадное спасибо. Наверное, благодарность от всех депутатов. Спасибо. Вот просто это самое человеческое. Ну, и в заключении хочу сказать, что... Посиди-то, сиди. Все-таки вот как хотела тетя Шура, да, я уж ее так называю. Вот свершилось это событие, и, наконец-то, вот это, правильно назвать, капсула, наверное, да? Да, да. С землей, вот, с тем, как прахом, духом, как правильно сказать. То есть найдет свое место и будет сегодня подзахоронено в это место. Вот, ну, и все-таки хотелось бы, чтобы пришло вот это вот душевное спокойствие, наверное, самое главное у человека. Пусть в таком возрасте, но оно пришло. Кто-то этого, вот, сказали, 27 миллионов, да, еще один добавился. Ну, кому-то меньше повезло в этом. Здесь, я считаю, все-таки повезло, и это вот самое главное. Самое главное. Спасибо всем, вот, всех, кто сегодня собрались. Людмила Сергеевна, если буду жива, я все равно съезжу. Съезжу. Вот у меня племянники. Это Люда Степанова и Саша. Саша мой брат, твой родной. Прошу приступить к церемонии передачи земли. Мать, ты не вернется. Оставай. Подожди, Надя, подожди. Подожди, Медя. Это нам на могилу надо. Ее можно спать. На могилу. Я не вернется. Я не вернется. Я не вернется. Люди, помните о павших за когда-то нас И поклонитесь всем неизвестным и всем известным солдатам Солдаты Великой Отечественной войны Мы в вечном долгу перед вами Кто совершил невозможное, отстоял честь и независимость нашей страны В памяти павших будем достойны Вечно достой Митинг, посвященный торжественной церемонии Передачи земли с места захоронений Объявляется закрытым Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok